Дорогие зрители, сегодня я хочу обратить ваше внимание на серьезную и актуальную проблему, с которой столкнулась наша страна, и в частности Краснодарский край. Речь идет о кризисе управления твердыми коммунальными отходами, ТКО, и его последствиях для нашей экологии, нашего здоровья и благополучия. Мы столкнулись с шокирующим фактом – это отравление кубанского риса, выращенного рядом с полигоном ТКО у станицы Полтавской. И это не просто экологическая катастрофа, это прямая угроза здоровью и жизни наших граждан. К сожалению, недавно журналистское расследование «Братские объятия мусорной мафии Кубани», в котором были показаны связь вице-губернатора Краснодарского края с мусорными воротилами, было удалено с YouTube-канала ТВ «Совхоз». Правообладателем небольшого фрагмента в данном видео оказалась ГУП КК телерадиокомпания НТК, более известная под брендом «Кубань-24». Этот канал, финансируемый из бюджета и нацеленный на информирование граждан на деятельности органов власти, потребовал удаления нашего материала. Но мы не оставим эту тему без внимания. Мы подали апелляцию и надеемся на скорое восстановление видео. Пока же для всех, кто хочет узнать больше, мы оставили ссылку на дзен на удаленное в YouTube-видео. Сегодня мы видим, как родственники, кумовья, чиновников, используя свои связи и положения, стремятся заработать, экономя на безопасности и не соблюдая необходимых технологий при управлении ТКО. Эта экономия на безопасности ведет к серьезным последствиям для экологии, для здоровья и жизни граждан. Ситуация усугубляется тем, что контрольно-ревизионная система находится под управлением власти, что приводит к отсутствию должного надзора и прозрачности. Это создает условия для злоупотребления и нарушений, которые непосредственно влияют на нашу жизнь и благополучие. То, что происходит сейчас, является ярким примером того, как мусорный спрут, запустивший свои щупальца в кабинеты региональной власти, пытается замести следы своей деятельности. Но мы не можем позволить, чтобы этот вопрос был тихо, как говорится, замят. Полтавская свалка закрыта благодаря гражданскому сопротивлению. И это показывает, что наша солидарность и единство могут привести к реальным изменениям. Пора признать, что государство без поддержки гражданского общества не в состоянии решить проблему обращения в стыкло. Нам необходима полная прозрачность и ответственность всех участников этого процесса. В заключение хочу сказать, что справедливость – это нечто, к чему мы все стремимся. И справедливо будет, если последствия экологического ущерба будут ликвидированы за счет тех, кто ответственен за это, а не за налоги простых граждан. Спасибо за ваше внимание. Вместе мы сможем противостоять этим вызовам и добиться справедливости. С уважением, Наталья Горяева. С уважением, Наталья Горяева.